Шаббат шалом, шаббат шалом, субботний мир, господний мир, шаббат шаббат шалом, шаббат шалом, субботний мир всем, братья и сестры, поздравляю всех с великой субботой, да, сегодня 13 апреля 19 года, по гражданскому исчислению лет, в библейском исчисление сегодня у нас 8 Ниссана, суббота, вот, и эта суббота называется Великий, шаббат Агадоль, и эта суббота Великая, потому что она предпасхальная, предпасхальная, здесь, в Киеве, эта суббота довольно прохладная, вот, так, как в Сибири говорят, свежо, вот, и, да, путаемся мы снова в теплой одежке, вот, но самое главное, в сердцах верующих тепло, несмотря ни на что, вот, и цветение здесь, вот, растений, да, деревьев было, началось, и вот, в связи с этими, вот, этими температурами низкими, вроде как, приостановилось, но, как бы замерла природа в ожидании тепла, в ожидании благословения, вот, благословляю весь растительный мир здесь во имя Иисуса Христа, деревья, кустарники, все благословляю, вот, а наипаче, конечно, молюсь и благословляю за народ, за человеческий род весь, слава Богу, вот, и эта суббота, она, действительно, удивительная суббота, суббота, имеющая такое удивительное наименование, да, великое, или великий, годоль, годоль, буквально великий, вот, и в чем же величие этой субботы, и что же за великий в эту субботу, потому что, да, буквально, если переводить, шаббат, это женского рода, да, слово, значит, а годоль, это мужского, поэтому по-русски перевести, ну, непереводимо, если перевести, то буквально, то получается как-то глупо, суббота, великий, буквально, великий, вот, но, если мы знаем историю, библейскую, да, если мы сами читаем внимательно писание, то мы понимаем, что это не странно, а это, действительно, указание на спасителя, искупителя Машиаха, Христа Иисуса, одно из таких таинственных указаний на спасителя, дело было 3331 год тому назад, да, в эти же самые дни, 3331 год назад разворачивались удивительнейшие события, которые описаны в Библии подробно, почему мы и дату знаем, это, собственно, исходы, потому что детально все описано, как оно поэтапно даже, как все происходило, происходил великий исход, из рабства, великий выход, исход из рабства в свободу, и удивительная история, каждый раз вот просто восхищаешься Богом, я лично восхищаюсь Богом, каждый раз вот просматриваю эту историю, пролистываю ее для себя, открывая Библию вновь и вновь, открываешь для себя просто океан милосердия Бога, Его любви, вот, и Пасха, да, Господня Пасха приближается, и Пасха, да, с одной стороны, это, конечно, праздник радостный, вот, и радости, веселья, спасения, свободы, с другой стороны, это праздник со слезами на глазах, это праздник, где мы не только говорим об исходе, а об исшедших, да, из рабства, но мы говорим и о тех, кто остался в рабстве, и мы учимся не попадаться в рабство, учимся не подвергаться игу рабства, чтобы не быть рабами человеков, знаете, этому тоже Пасха учат, спасибо, Господь, спасибо тебе, Царь Вселенной, вот, и когда Бог выводил нас из Египта, то фараон, конечно, упирался, как мог он упирался, не желая отпускать миллионы рабов, держась до последнего, даже тогда, когда уже было понятно, там уже, уже дорогу ясно было, что невыгодно уже держать евреев, уж лучше отпустить мир, но фараон упирался до последнего, и последней вот этой каплей, переполнившей уже всю эту чашу, да, это была казнь, казнь первенцев, в общем-то, все эти казни, 10 казней египетских, да, мы их перечисляем каждый раз, совершая седр пасхальный, пасхальный обед, вот, предстоящий нам, вскоре, на днях уже предстоящий нам, вот, то мы называем эти казни, перечисляем их, вспоминая те ужасы, обрушившиеся на Египет, на безбожие человеков, на царство тьмы, и Бог сам, ох, сам Бог великий сражался за нашу свободу, с нашей стороны было лишь согласие с этим божественным планом спасения, избавления, да, и Моисей с Аароном, молодцы, они провозглашали эти слова фараону и всему царству тьмы, они провозглашали, let's my people go, отпусти мой народ, отпусти мой народ, да, уже больше трех тысяч лет звучат эти слова, три тысячи триста тридцать один год назад они звучали, тогда впервые, но до сих пор больше трех тысяч лет уже мы эти слова повторяем и повторяем с восхищением, с изумлением пред Богом, и когда дошла речь, зашла речь уже о последнем этапе избавления, о той казни, которая уже переполнила чашу, которая уже сделала возможным наш исход, это казнь первенцев, то здесь, конечно, до сих пор есть вопросы, на которые у нас нет ответов, но это удивительная история, накануне Бог сказал Моисею Аарону, в 12 главе там говорится исхода, так что месяц сей, да будет у вас начало месяцев года, и с тех пор мы, да, действительно… Извиняюсь. И с тех пор мы действительно исчисляем годы, вот, от нашего исхода. Вот дышу, и вот такое ощущение, что не могу прям состорожно не хватать, не могу не дышаться, не знаю. Ох, просто дышу. Слава Богу всемогущему. Вот, и, друзья, да, спасибо Богу за этот парк, за то, что имею возможность вот дышать этим воздухом, парк этого… Все-таки в городах парки – это благодать, это действительно такая отдушина, где человек городской может хотя бы вот вздохнуть, хотя бы хоть как-то свежего воздуха, да. Господь, спасибо. Ох, извиняюсь, да, ну ладно, продолжим. Не надышишься никак, все это, можно так сказать, да. Вот, и Бог также повелел, ну, с одной стороны, да, Он повелел, чтобы месяц Ниссан был начало месяцев, и поэтому мы ведем исчисление лет как от сотворения мира, так и от нашего исхода. И исчисление месяцев года также и от сотворения мира, от Адама, да, и от исхода, от Ниссана также. Поэтому у нас есть и несколько новых годов, будем так говорить. Ну, это наподобие того, что даже в гражданском календаре, здесь, допустим, в Украине, в России, есть Новый год гражданский – это январь, да, 1 января, а есть Новый год учебный – 1 сентября, тоже Новый год, но учебный год. Вот, есть нечто подобное, вот, чтобы было удобно сравнить, чтобы было удобно понять, удобнее понять было, проще понять. Вот я, как бы, вот такое сравнение допускаю. Вот, и Новый год, который в Роша Шанамы, да, в сентябре, вот, по-нашему, в сентябре, получается, Тишри месяц, празднуем, и едим яблоки с медом, да, и поем, да, Шана Това, Шана Това, Шана Това. Да, мы радуемся, конечно, месяц Тишри, он такой, насыщенный праздниками. Вот, и это, да, это рождение человечества, будем так говорить, это рождение человека, это создание человека, человеческого рода, вообще всей этой вселенной тварной, видимой, вот, слава Богу. Поэтому, по этому исчислению лет мы, значит, да, говорим, что, да, на календаре сегодня 5779 с половиной уже год, да, вот. Вот, а также мы ведем исчисление лет от нашего исхода, месяцев года и лет от нашего исхода. По этому календарю сейчас первый месяц, вот, месяц Авив, да, или же месяц Ниссан, Ниссан называется в Библии также, месяц Авив называется он в Библии и месяц Ниссан. Вот, и, ну, Авив – это весна, весна. Вот, и, значит, и от нашего исхода 3331 год прошел, да, проходит, как бы так говорится. Вот, на протяжении всего этого месяца Ниссана мы вспоминаем о Великом исходе. Из царства тьмы, из царства египетского в царство света. Спасибо, Господи, за все. Так вот, накануне последней казни египетской Бог повелел, чтобы брали агнцев, брали ягнят, беспорока, непорочных, вот, и вводили их в свои дома. А евреи, ну, и все, кто послушан Слово Божьему, по велению Божьему, они это делали, потому что далеко не все евреи послушались Бога, далеко не все потомки Якова послушались Моисея. Вот, и, ну, у них были свои поводы, конечно, сомневаться в том, что Моисей – пророк Божий, в том, что Бог через него говорит. Даже несмотря на чудеса, знамения, сердца человеческие были ожесточены многие. Вот, не только фараонов, но и многих египтян, и многих евреев сердца были ожесточены. Вот, и согласно еврейскому преданию, треть всех евреев, они остались в Египте. Не послушались, даже после всех этих страшных казней, не послушались Моисея, не поверили ему, так и остались в Египте. И археология полностью подтвердила истинность этого предания. Так что, на сегодняшний день, это не только предание еврейского народа, это еще и, да, это еще и исторический факт. Вот, на самом деле, следы огромного еврейского присутствия нашли археологи, да, раскопав города, где проживали тысячи и сотни тысяч рабов, евреев. Именно артефактов более чем достаточно было найдено, значит, и подтверждение более чем достаточно найдено. Вот, поэтому я говорю, что это уже исторический факт. Значит, если до конца 19 века можно было бы в этом было еще сомневаться, то сейчас уже это без сомнений, это исторический факт. Вот, но то же самое предание говорит нам и о том, о чем Библия тоже так косвенно указывает нам, что за место отпадших неверий, природных ветвей, на их место были привиты верою Дикие ветви, будем так говорить, ветви, то есть люди с разных народов, проживавших там в Египте, были привиты верою, они уверовали в бога Аврамова, Исаакова и Яковлева, вот, и поверили Моисею как пророку и пошли вслед за Моисеем. Хотя далеко не все они были рабами, ну, как бы так, юридически будем так говорить, да, вот, но они осознали, что фактически они рабы, что они рабы греха, они рабы проклятия, рабы беззакония, и они уверовали в бога Аврама, Исаака, Яковлева, они уверовали в бога Израилева, и вышли вслед за Моисеем, за вождем спасения исхода этого великого, вот, они вышли из земли египетской, вот, если рабам многим, ну, евреям, да, в частности, вот, нечего было терять, кроме цепей, как говорится, то этим людям, вышедшим многим, было что оставлять, но они все это почитали щитой, ничем абсолютно, как ссор какой-то, оставили земли, дома, все оставили, чтобы идти с народом божьим, быть лучше в пустыне с народом божьим, чем в Египте, значит, но во грехе, и, как говорится, лучше маца, хлеб бедности, да, маца, опресники, но по расписанию, будем так говорить, божественному, да, чем там макароны по расписанию египетскому, лучше маца, но на свободе, с богом Израиля, чем макароны и у фараона в тюрьме его народов, в царстве тьмы, вот, и, да, действительно, суббота, 10-й Ниссана, вот, когда все это происходило, агнцы, в смысле, заводили дома свои евреи и все боящиеся Бога, уверовавшие с разных народов, совершав эту же Пасху, то, действительно, это вызывало много вопросов, конечно, у людей, у евреев и неевреев, вот, потому что это была суббота, и все знали, язычники, все гои знали, египетские, что, то есть, египтяне и все народы, проживавшие там, в Египте, знали, что евреи, действительно, они, ну, пальцем о палец не ударят в субботу, что, действительно, это, хотя рабы, но вот такой, знаете ли, вот, островок свободы оставался в сердцах у Израиля, действительно, как вот такое напоминание о свободе, слава Богу, это тлело, как будто бы, знаете, костер уже потух, уже все, но там, если пошевелиться, вот, можно там найти такие еще тлеющие такие уголечки, можно их раздуть еще, и даже снова разгорится костер, знаете, вот так же сыны Якова, находясь в рабстве уже больше 400 лет, конечно, они уже, ну, в топ-3 уныли, конечно, уже были похожи на потухший костер, будем так говорить, да, который заливался беззаконием всяким, значит, там, значит, там, и египетским материализмом, оккультизмом, прочее, но, друзья, даже в этом костре, затухшем, казалось бы, залитом, однако же тлели уголечки свободы, и вот я считаю таким угольком свободы, как раз соблюдение шабата, субботы, седьмого дня, вот, и для египтян это был шок, конечно, что, как же так, евреи вдруг имеют повеление от Бога еврейского, от Бога Израиля, от Иеговы, имеют повеление брать этих ягнят и приводить в дома свои, привязывать их, оказывая им почесть такую, как вот жертвенным животным, потому что их торжественно водили на глазах у всего семейства, в каждый дом, удивительно, многие евреи, поэтому имели моральное право, как бы сомневаться очень серьезно в Моисее, как в пророке Божьем именно, вот, поэтому, как бы, это одна из причин, я так думаю, почему все-таки треть евреев так и не вышла вслед за Моисеем, вот, для многих это было, ну, очень большим искушением, им казалось, что Моисей, он дезинформирует Израиля, что он, нарушая субботу, он просто-напросто дискредитирует вообще идею исхода, вот, и что уже не от Бога этот пророк, знаете ли, но на самом деле Моисей не нарушал субботу, шаббат он не нарушал, вот, то, что было совершено, это не было нарушением шаббата, это было нарушением, может быть, человеческих предписаний, человеческих пониманий о субботе, как, допустим, сейчас есть тоже и в Израиле, и в христианстве много человеческих предписаний, много человеческих разных представлений о том, что есть шаббат, и как надо его праздновать. Иисус и Ишуа также, как и Моисей, казалось, 2000 лет назад людям нарушают шаббат. И его ученики, казалось, нарушают шаббат. Хотя они не нарушали шаббат, они не нарушали святость субботнего дня, божественного субботнего дня. А человеческих предписаний, да, множество, да, они нарушали, получается, да. И как и Иисеи делали, кстати, до Иисусу тоже, вот нарушали человеческие предписания, демонстративно порой, показывая, что человеческое – это человеческое, а божеское – это божеское. Что заповедь Божья и заповедь человеческая порой – это взаимоисключающие вещи, очень разные вещи. Вот так вот. И поэтому Моисей это и говорил, что «Порока, как меня возведет Господь, его слушайте». В том числе и вот по этой статье, да, как бы, Моисей – нарушитель субботы, Иисус – нарушитель субботы. Но на самом деле это в глазах человеческих, в глазах, притом, некоторых человеков, может, набожных, религиозных, не знаем. Но в глазах всемогущего Бога ни Моисей, ни Ишуа не были нарушителями святости субботнего дня. Вот. Слава Богу. Так что, друзья, вот так. Вот. И, да, сегодняшняя суббота – это воспоминание как раз вот того, что происходило накануне нашего выхода. Поэтому и суббота это называется. Шаббат Агадоль. Агадоль. Вот. И удивительное совпадение. Но 2000 лет назад, без малого, уже скоро будет 2000 лет, в 30-м году нашей эры, именно в этот день, да, Агнец Божий, Машиах и Ишуа, Христос Иисус, Он зашел в Иерусалим на животном, на ослике, заехал скромно. Вот. Хотя народ приветствовал Его Асанна. Так же, как и тех ягнят приветствовали и правослушание спасения, Асанна, спасение. Вот. Но... А там говорили Асанну сыну Давидову. Аллилуйя. Многие, наверное, понимали, что спасение будет такое, вот, даже политика больше религиозная. Вот. Но спасение, которое Иешуа принес, это было спасение и есть. Спасение от грехов наших, спасение от беззакония наших, примирение с Богом. Бог во Христе в Своем Агнце, Заклоном, примирил Собой весь мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам Слово примирения. Спасибо Богу за все. Вот так вот, друзья. Да, и по утрам подключайтесь к трансляции. Пока я в Киеве, я делаю трансляции в 6 утра с утренних молитв. Вот. И также по вечерам стараюсь проводить сейчас предпасхальные дни эти, как раз в преддверии Пасхи. Вот. Предпасхальные такие беседы проводить. Поэтому и сегодня тоже в 6 вечера планирую в 18.00 провести. Вот. А завтра утром, если кто в Киеве будет, то приезжайте на служение. Вот. Буду рад лично тоже общению. Вот. На Кловской, как обычно, у нас в богослужении в арендованном помещении 1-го вайского 6. Отец Максим будет. Вот. Так что пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. Благословляю сегодня Израиля. Благословляю сегодня всех евреев и неевреев, всех боящихся Бога. Вот. Потому что праздник Пасхи, это праздник не национальный. И даже это праздник намного шире. Праздник не просто национальный. Это праздник не просто Израиль. Это праздник и не просто христианство даже. Это праздник веры. Веры. Праздник веры. Праздник верующих. Независимо от национальности нашей религии, культуры, традиции. Если мы верим Бога, если верим Богу, если доверяем Богу, если идем вслед за Господом, и для нас Библия это действительно Слово Божье, то это наш праздник. И наша Пасха, как новозаветных верующих, это Сам Христос Иисус. Наша Пасха, Сам Христос заклан за нас. И мы смерть Господню возвещаем с радостью для всего человечества. Потому что избавление пришло. Да благоставит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Благоставляю всех вас, братья и сестры, с парка Киота, с города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлёв. Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам и благодать доумножатца. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.